Как известно, лето пора отпусков и пассивного отдыха, скажем, на берегу моря. Но только не для всех. Например, рыбаки и охотники удачно сочетают работу и отдых, не замечая между этими понятиями грани. Большинство легошатников используют летний мертвый в их понимании сезон для подготовки к грядущим охотам по перу. Они без устали, весь год трудятся над воспитанием и натаской своих четвероногих помощников, чтобы к осени быть во всеоружии. В первые дни открытия охоты по водоплавающей дичи члены регионального клуба дратхаров и любители легавых собак собрались на испытания, чтобы себя показать, да и на других посмотреть. Именно здесь можно ощутить незримую связь между человеком и его верным четвероногим другом со времен каменного века. Зовут нас Фрай, посмотрите. Познакомились мы с ним в начале марта. К апрелю он переехал ко мне. Ну как ко мне. Построили ему вольер. Пока временный, сейчас полным ходом идет стройка постоянного вольера. И с тех пор начались наши занятия упорные. Иногда он меня воспитывает, иногда я его. Иногда вредничаем, да? Потом ищем хозяина, куда он спрячется. Ну, все, идет своим чередом. Научились плавать, носить, подавать палку с воды, с суши, да? А сейчас приехали посмотреть на местный бомон, так сказать, дратхаров, ну и легавых других. Запомнить, как, что здесь правильно делается, чтобы на следующий год самим поучаствовать в этом мероприятии уже полноценным членом и претендовать на дипломы. Да? Да. Продолжение следует... ...послушание и растопить холодные сердца прагматичных экспертов. Подача сволока необходима прежде всего для того, чтобы собака действительно подтвердила свой статус универсальной собаки. Потому что охота по перу, ну, занимает часть сезона. А в наших широтах охота по пушному зверю – это более длительный период. Поиск, подъем, добыча зверя – это еще полдела. Главное – вовремя его найти, не потерять подранка. И в этом плане универсальные наши собаки-дратхары показывают свое мастерство. Сегодня здесь, в этих уходях, мы становимся свидетелями трудолюбия их владельцев. Почему? Да потому что собака работает четко только тогда, когда в течение длительного времени владелец ею серьезно занимается. Оттачивает все навыки, выводит ее в угодья. И сейчас мы станем свидетелями мастерства и владельцев, и собак. Ну, и, как говорится, первый пошел. В Палазе – молодой кобель в возрасте полутора лет. Чувствуется, как он горячится и старается. От зорких глаз членов жюри не скроется ни одна деталь, ни один нюанс. А они-то знают толк в своем ремесле. В траве порхают уши бабочкой. В конце концов, кролик найден и надежно зафиксирован мощными челюстями. Далее по регламенту апортирования. Даже с сознанием некой искусственности этого процесса, свойственного испытания, общая картина и атмосфера, царящая здесь, радуют душу каждого охотника. Хорошо несет, нет слов. Но не хозяину. Так бывает тогда, когда собак участвует в коллективных охотах, и ей все равно, кому подавать дичь. Но за это снимаются баллы, и эксперты, стоящие рядом, явно видят ошибку. Как же ЦУ не хочется расставаться с дичью? Интересно, как прокомментирует работу очередных участников профессионал в испытании Драдхара Александр Исаев? Испытания по подаче дичи сволока проводятся как по птице, так и по кролику, по зайцу. Это очень, в общем-то, необходимые испытания для подготовки собаки к охотничьему сезону. Ведь подранков много бывает. И у птицы подранки, и у зайца подранки, и у лисицы подранки. Так вот, задача наших собак, это найти, по оставленным следам найти эту живность и принести хозяину. След прокладывается в расстоянии от 150 до 500 метров. Несколько прямых, под прямыми углами, чтобы были обязательно повороты. И вот, и как собака проходит по следу, все это просматривается, как она идет, скалывается. Что такое, это то есть уходит, совсем может уходить со следа вправо, влево. Ну, леговые собаки, как правило, они же челночные планы собаки. То у них скол бывает, ну, почти у всех, но уж идеально работающие собаки. Тут строго, четко по следу. И задача хозяина ставить собаку на начало следа этого. И дается команда принести, найти, или как они там адаптированы друг к другу, хозяин и собака, чтобы понимали. И собака уходит, находит эту живность кролика или утку, или фазана протаскивает. И принесет хозяина. Вот отдается все две команды. Искать. И когда собака приходит, она должна подойти, сесть рядом с хозяином, и вторая команда дай, чтобы она отдала. Вот тогда это классическая работа собаки. Ну, что мы сегодня видим? Ну, по-разному работают собачки. Одни идут, сразу по следу проходят, находят, приносят. Другие могут и возвращаться. Но время, выделяемое собаке на прохождение следа, это 10 минут. Если она в течение 10 минут не освоила ту программу, которая перед ней есть, дополнительно, то, значит, собачка просто снимается. Вот собачка скалывается, со следа переходит на челнок. Ну, или мало обученная, или... В общем, трудно, трудно это объяснить. Что она будет делать? Ну, все, хозяину дальше идти нельзя, Владимир Иванович, вы остановите его. Ну, дается время, 10 минут нет, собачка снимается с испытаний. Ну, готовить надо собачку, чтобы испытывать, или застязание выставлять собачку, надо готовить. Отдавай. Да, берите собачку, хозяину. Не идет собака, не пошла в поиск. По следу. Теперь внимание. Среди шоколадных спин Драдхаров мелькнула молнией веймерская легавая. Достойный соперник. Посмотрим, какова эта собака в работе. Он начинает, хорошо, след, смотри. Вот идет, тут идет, чисто в след идет. Скололся, чуть ушел, но тем не менее. Вот, стал вслед. Нет, снова скололся. Ну, молодец, возвратился, проверил, смотри-ка. Пошел, вслед, встал, хорошо, молодец. Вот все, нашел, хорошо, хорошо. Взял, он еще, нет, он хорошо вслед встал, немножко, эмоции прошли чуть, и он встал и пошел. Веймар со свойственной немецкой прагматичностью апортирует галопом, не отвлекаясь на внешние раздражители. Четко и размеренно, как часы. Представители этой породы, наряду с дратхарами, стали все чаще появляться на российских просторах. И, судя по работе этой собаки, понятно почему. Чувствуется полное взаимопонимание этого тандема. Ничего не скажешь. Классическая и вежливая подача. Хорошо, да, здесь фантастиш. Ну что, приятно. Ко мне. Ко мне быстро. Ко мне. Ищи, потерялся. Ну и, конечно, любопытно посмотреть, как сработает собака, воспитанная самим Александром Исаевым. Ну что, пока, пока. Ну вот сейчас вроде бы встала на след и пошла. Птички. На птичек сработала. Ну что ты будешь делать, а? Волнуется. Волнуется Александр. На его собаку обращены взоры буквально всех участников испытаний. Елки-палки, ну, скалывается, уходит куда-то, не пойму. Она правильно идет. Ну что ты будешь делать, а? Она далеко ушла. Все-таки увлеченные люди эти легошатники и эмоциональные, как дети. А, вон палка, нашла, глянь. Нашла. Нашла, нашла, да. Ну, молодец, смотри-ка, она вскололась два раза со следа, потом пошла. Подальше отойдите все, пожалуйста. Достойный результат. Упорство и труд к зайцу приведут. Ну, умница. Вот классическая подача. Собачка нашла битую, битого зайца, кролика. Подошла, села и по команде отдала. Дай, все. Умница, все. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Все. А сейчас участники и жюри готовятся ко второму этапу испытаний. Оценка работы легавых по водоплавающей дичи. На данном этапе оценивается готовность или реакция собаки на выстрел, ее готовность войти в воду, работать в крепях, оценивается чутье, поиск битой утки и ее апортирование. Итак, мы начинаем второй этап испытаний. Место для испытаний выбрано не случайно. Неглубокий, умеренно заросший камышом пруд с многочисленными усынками, где притаилась выпущенная до начала испытаний утиная стая. Словом, здесь есть все, что нужно для проверки собачьих навыков и способностей. Мешает только ощутимый полуденный зной. А вот и водоплавающие. Ну, сейчас начнется. Первый выстрел и первый нужный в данной ситуации подранок. Адратхар уже в работе. Ждем. Ох, и нелегко сухопутному псу догонять водоплавающую дичь. Да еще на глазах у многочисленных зрителей. Стой. Так, ты, наверное, его добей. Он так и будет. Он легкий подранок. Вот он сидит подранок здесь. Ты его лучше добей, потому что он сейчас будет плавать, нырять. В воде полазить. Запах дичи будоражит нервы и воображение. Пес горячится. Вот-вот я ее поймаю. Но не все так просто. Подранок воистину проныли. Владелец отзывает, испытуя мало с воды, и чуть позже запускает вновь, указывая ему место поиска. Зрители тоже волнуются, наблюдая за затянувшимся поединком. Ну, наконец-то. Сейчас, возможно, доберет подранка. Браво! В таких случаях слово «бис» явно не к месту. А пёс уработал. А пёс уработался-то. В этой основной охоте имитируется выстрел в последующем падении нутки. Ведущий отправляет в камыши нового претендента на славу. А эксперты все считают. Баллы, провалы, удачи и сбои. Но собаке главная награда – возможность поработать от души. Вот это конфуз. Где-нибудь на охоте собаке все сошло бы с рук или с лап. Но здесь испытание. И неприлично чистоокровному Драдхару уносить дичь от хозяина и оставлять где попало. Такой ляп наверняка замечен и будет учтен экспертами. За послушание снимаем 6 баллов, потому что убегает сбитая птица, несмотря на команду ведущего. И выносит птицу в сторону и кладет на сушу. Это снимается 7 баллов еще. А это наш старый знакомый. Помните, его подопечный на предыдущих испытаниях во время подачи дичи сволока поделился кроликом со зрителями. Теперь же все сделано правильно. Испытания продолжаются. А мы с Александром Исаевым уединились для того, чтобы дать возможность вам, друзья, послушать советы опытного дрессировщика, повелителя собачьих душ. Но обучение собачки разным командам и исполнениям должно быть, может быть, словами, может быть, свистом, может быть, жестами. Как правило, вот собака сидит или лежит, или идет. Но маленькая собачка, как правило, идет через подачку, через подкормку, чтобы она исполнила, ей подкрепили. Правильные действия закрепляются. Абсолютно поверно. Я хочу вам просто показать некоторые моменты в исполнении собакой определенных команд. Вот собака сидит. Я даю ей команду лежать. Но можно команду лежать, можно команду, как в охоте более приемлемой, команда оп. Оп. Для чего я поднимаю руку и даю команду? На близком расстоянии я могу просто голосом ее положить. На более длинных расстояниях я поднимаю руку вверх и сопровождаю это свистом. Команда ко мне. Исполняем. Ко мне. Быстро. Обойди. Обходи. Подойти и сесть. Вот она выполняет команду ко мне. Я мог ее позвать просто жестом рук. Или голосовое это ко мне. Оп. Умница. Все хорошо. Как правило, после выполнения всякой команды, собаку надо поблагодарить. Сказать ей, что она молодец. Оп. Была команда. Вот так вот. Или жених-хулигань. Вот это такие коротенькие команды. Как они достигаются и каким путем. Ну, терпение и труд. Все перетрут. Собаки бывают чуть более возбудимые, чуть менее возбудимые. И надо не торопиться в процессе становления собачки. Не надо. Тут торопливость не нужна. Она, знаете, ведь есть вот особенно особи мужского пола, кобелей. Исполнив что-то, сделав. А потом какую-то слабинку получил он, он в следующий раз эту слабинку попробует на хозяине. А может быть мне можно. Вот такой вот. Поэтому постоянно, настойчиво и одно, и то же. И все, кто соприкасается с собакой, должны требования у них быть едины, однообразны. И всеми, кто с ней контактует. Вот особенно собак, которые живут, допустим, в квартире. Все с членами команды должны быть одни. Не просто сю-сю-сю-сю, а команда конкретная, не повышая голоса, спокойно, но очень уверенным голосом. Собака должна знать, что не исполнить это нельзя. И послушание вырабатывается только таким путем. Ну, остальные процессы после общего курса дрессировки приходим мы в полевые условия. И в полевых условиях начинаем точно так же готовить собачку, начиная с малого и прибавляя ей информации, прибавляя ей движения. Допустим, по дачу надо начинать собачку учить с малого возраста. Даете ей какую-то игрушку, она идет рядышком с вами, поддерживаете. То есть определиться, вот ей нравится вот такая игрушка, а коль она нравится, если хотите, чтобы она ее приносила. Ну, давайте попробуем. Эту игрушку там, мячик или что-то, бросили. Она побежала, взяла и не понесла к вам. Ей захотелось поиграть. Но давайте попробуем другим путем. Определяем какую-то типа удочки. На нее, на леску или на шнурок определенный привязываем эту игрушку, которая ей нравится. И спокойненько бросили. Собачка подбежала, даете команду, она подбежала, взяла. И вы ее за эту удочку, за эту веревочку к себе подтягиваете, посадили. Собачка начинает понимать, что надо это принести. Когда она это сделала, и когда она с охотой идет, но может уйти в сторону, привязываете собачку за ошейничек, бросаете эту игрушку, даете команду, принеси, подай. Она взяла, вы ее молча к себе подтягиваете и посадили, взяли у нее этот предмет. Желательно через лакомство. И тогда она очень быстро, Драдхар очень быстро начинает исполнять все эти команды и все ваши требования. Я хочу показать вам, как начинается обучение собаке в подаче кролика. Начинается это с небольшого расстояния. Укладывается собачка на месте. Оп. Относится кролик на определенное расстояние. Оставляется там. И собачке дается команда, принеси, принеси быстро. Быстрее. Вот она пошла, взяла этого кролика. Спасибо, молодец, молодец, спасибо, все хорошо. Взяла его, принесла и видели, вот классическая подача, что требует при всех испытаниях, это правильность подачи. Подошла, села и с удовольствием отдала этого кролика. Можно варианты использовать, если собака не очень хорошо сориентирована, что ей пойти взять, хотя и положили кролика. Мы немножко, давайте пойдем другим путем. Оп. Укладывается также собачка. Бросается кролик. Оп, командовала. Принеси. То есть путь тот же, но только бросили. Ну, быстрее, быстрее, я жду. Ну, быстро, 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 обходи. Быстренько, быстренько. Вот умница. Ай, молодец. Ай, молодец. Давай, все, 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 уже есть началась что-то? Да нет, слава богу. Кормим дома и все нормально. Вот это то, что мне хотелось вам показать при подаче. Это делается точно так же с птицей. Если у молодых собачек еще процесс формирования стойки делается, ну, играют все, с удовольствием играют, с удовольствием бегают. Значит, для того, чтобы начать закреплять им стойку, это где-то примерно с трех с половиной месяцев, делаете удочка, хороший шнурок, на шнурок крыло обычное птицы, и вот он, щенок, за ним бегает, 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 чувствуете, немножко притомился. Ну, останови, и останавливаете это крылышко, и он делает первую стойку. Это надо делать, потом собачка будет это делать, все с удовольствием, и хорошо все будет выполнять. Ну, терпение. Терпение. Чем характерен Драдхар? Вот навык, который у него выработан в следующем сезоне охотничьим, его не надо по новой начинать формировать. Он вышел раз один и восстановил все свои воспоминания по исполнению в данном виде. То есть, вот этим характерен Драдхар. Островные, легавые, чуть-чуть другие в этом плане. Драдхар. 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 Вы испытыватели, значит, за него стараюсь собачку, надо готовить. Да, берите собачку, хозяина. Не идет. Собака не пошла в поиск по следу. Теперь внимание. Среди шоколадных спин Дратхаров мелькнула молнией веймерская легавая. Достойный соперник. Посмотрим, какова эта собака в работе. Он начинает хорошо в след. Смотри. Вот идет, тут идет, чисто в след идет. Отскололся, чуть ушел, но тем не менее. Вот встал в след. Нет, снова скололся. Ну, молодец, возвратился, проверил. Смотри-ка. Пошел в след, встал хорошо, молодец. Вот все. Нашел. Хорошо, хорошо. Взял, нечего. Нет, он хорошо в след встал, немножко эмоции прошли чуть, и он встал и пошел. Веймер со свойственной немецкой прагматичностью апортирует галопом, не отвлекаясь на внешние раздражители. Четко и размеренно, как часы. Представители этой породы, наряду с Дратхарами, стали все чаще появляться на российских просторах. И судя по работе этой собаки, понятно почему. Чувствуется полное взаимопонимание этого тандема. Ничего не скажешь. Классическая и вежливая подача. Да здесь фантастик. Хорошо. Да здесь фантастик. Ну что, приятно. Сейчас мы станем свидетелями мастерства и владельцев, и собак. Ну и, как говорится, первый пошел. Палази – молодой кобель в возрасте полутора лет. Чувствуется, как он горячится и старается. От зорких глаз членов жюри не скроется ни одна деталь, ни один нюанс. А они-то знают толк в своем ремесле. В траве порхают уши бабочкой. В конце концов, кролик найден и надежно зафиксирован мощными челюстями. Далее по регламенту о портировании. Даже с сознанием некой искусственности этого процесса, свойственного испытания, общая картина и атмосфера, царящая здесь, радуют душу каждого охотника. Хорошо несет. Нет слов. Но не хозяину. Так бывает тогда, когда собак участвует в коллективных охотах, и ей все равно, кому подавать дичь. Но за это снимаются баллы, и эксперты, стоящие рядом, явно видят ошибку. Как же в судне хочется расставаться с дичью? Интересно, как прокомментирует работу очередных участников профессионал воспитания Дратхара Александр Исаев? Испытания по подаче дичи сволока проводятся как по птице, так и по кролику, по зайцу. Это очень, в общем-то, необходимое испытание для подготовки собаки к охотничьему сезону. Ведь подранков много бывает. И у птицы подранки, и у зайца подранки, и лисица подранки. Так вот, задача наших собак – это найти, по оставленным следам найти эту живность и принести хозяину. След прокладывается расстояние от 150. На испытания выставляются легавые в большинстве своими Дратхары младшей возрастной группы, то есть в возрасте до 20. Продолжение следует... Подача сволока необходима прежде всего для того, чтобы собака действительно подтвердила свой статус универсальной собаки. Потому что охота по перу, ну, занимает часть сезона. А в наших широтах охота по пушному зверю – это более длительный период. Поиск, подъем, добыча зверя – это еще полдела. Главное – вовремя его найти, не потерять подранка. И в этом плане универсальные наши собаки Дратхары показывают свое мастерство. Сегодня здесь, в этих угодьях, мы становимся свидетелями трудолюбия их владельцев. Почему? Да потому что собака работает четко только тогда, когда в течение длительного времени владелец ею серьезно занимается. Оттачивает все навыки, выводит ее в угодья. Как известно, лето – пора отпусков и пассивного опыта. Отдыха, скажем, на берегу моря. Но только не для всех. Например, рыбаки и охотники удачно сочетают работу и отдых, не замечая между этими понятиями грани. Большинство легошатников используют летний мертвый в их понимании сезон для подготовки к грядущим охотам по перу. Они без устали весь год трудятся над воспитанием и натаской своих четвероногих помощников, чтобы к осени быть во всеоружии. В первые дни открытия охоты по водоплавающей дичи члены регионального клуба Дратхаров и любители лекава собак собрались на испытания, чтобы себя показать, да и на других посмотреть. Именно здесь можно ощутить незримую связь между человеком и его верным четвероногим другом со времен каменного века. Зовут нас Фрай, посмотрите. Познакомились мы с ним в начале марта. К апрелю он переехал ко мне. Ну как ко мне, построили ему вольер. Пока временный, сейчас полным ходом идет стройка постоянного вольера. И с тех пор начались наши занятия упорные. Иногда он меня воспитывает, иногда я его. Иногда вредничаем, да? Потом ищем хозяина, куда он спрячется. Ну, все идет своим чередом. Научились плавать, носить, подавать палку с воды, суши, да? А сейчас приехали посмотреть на местный бомон, так сказать, дратхаров, ну и легавых других. Запомнить, как, что здесь правильно делается, чтобы на следующий год самим поучаствовать в этом мероприятии. До 500 метров, несколько прямых, под прямыми углами, чтобы были обязательно повороты. И вот, и как собака проходит по следу, все это просматривается, как она идет, скалывается, что такое. Это то есть уходит, совсем может уходить со следа вправо, влево. Ну, леговые собаки, как правило, они же челночные у плана собаки, то у них скол бывает, ну, почти у всех, но уж идеально работающие собаки, тут строго, четко по следу. И задача хозяина ставить собаку на начало следа этого, и дается команда принести, найти, или как они там адаптированы друг к другу, хозяина и собака, чтобы понимали. И собака уходит, находит эту живность, кролика или утку, или фазана протаскивает, и принесет хозяина. Вот отдается все в две команды. Искать, и когда собака приходит, она должна подойти, сесть рядом с хозяином, и вторая команда дай, чтобы она отдала. Вот тогда это классическая работа собаки. Ну, что мы сегодня видим? Ну, по-разному работают собачки. Одни идут, сразу по следу проходят, находят, приносят, другие могут и возвращаться. Но время, выделяемое собаке на прохождение следа, это 10 минут. Если она в течение 10 минут не освоила ту программу, которая перед ней есть за половину, то, значит, собачка просто снимается. Вот собачка скалывается, следа переходит на челнок, ну, или мало обученная, или... В общем, трудно, трудно это объяснить, что она будет делать. Ну, все, хозяину дальше идти нельзя, Владимир Иванович, вы остановите его. Ну, дается время, 10 минут нет, собачка снимается с испытаний. Ну, готовить надо собачку, чтобы...